здравствуйте в этом видео мы разберемся как делать базовую сердечно-легочную реанимацию ребенку итак дети разных возрастов разных комплекций требует несколько разных манипуляций к этому мы еще подойдем поэтому у меня тут есть двое коллег сейчас начнем с общего алгоритма итак подходя к пострадавшему естественно мы осматриваемся по сторонам смотрим на него замечаем у него какие нибудь массивные кровотечения останавливаем но в случае как у нас кровотечения нет лежит вот такой вот ребенок не отзывается признаков жизни издалека не подает подходим к нему присаживаемся сначала берем трясем его за плечи спрашивая мальчик как дела тебе нужна помощь пытаемся добиться от него какого-то ответа ответа нет сознание нет далее мы оцениваем у него дыхание для этого как и у взрослого человека разгибаем шею двумя руками одна рука на лбу вторая рука на подбородке наклоняемся и смотрим на грудную клетку вижу слышу ощущая в течение 10 секунд мы пытаемся понять выходит ли воздух из дыхательных путей и происходят ли экскурсии грудной клетки если этого не произошло мы понимаем что сознание и дыхание нет речь идет о клинической смерти включаем вызов скорой помощи по телефону 103 либо же 112 и кладем его рядом на громкую связь продолжаем вызывать скорую помощь и продолжаем оказывать первую помощь напомним что скорой помощи мы сообщаем в первую очередь адрес ориентиры места происшествия далее данные о пострадавшим достаточно пола и примерного возраста обязательно говорим что состояние клинической смерти и после этого говорим что мы начинаем выполнять базовую реанимацию потому что это означает что скоро есть кому спешить означает что кто-то ребенком занимается итак скорую мы вызвали попутно располагаем ребенку на твердой ровной поверхности на спине освобождаем грудную клетку от одежды и приступаем к самой реанимации чем отличается сам алгоритм соответствия легочной реанимации у детей и у взрослых если у взрослых мы по умолчанию считаем что проблема в остановке сердца потому что взрослый обычно накопил каких-то хронических заболеваний у него может случиться например инфаркт миокарда и поэтому по умолчанию мы именно на сердце думаем то у детей мы первоначально по умолчанию думаем на дыхание почему потому что дети как правило в целом более здоровы чем взрослые первичная остановка у них происходит из-за попадания народных тел в дыхательные пути возникает непроходимость ребенок давится дышать он нормально не может и в течение одной или нескольких минут он теряет силы и попадает в общем-то в клиническую смерть итак если мы такого ребенка нашли мы будем думать именно об остановке дыхания поэтому реанимация у нас начнется с пяти спасительных вдохов для нас это будут выдохи для него это будут вдохи мы говорили в других наших видео о слр что искусственная вентиляция легких сейчас базовой реанимации уже не в моде что делать ее не нужно здесь исключение из правила потому что наша задача здесь не столько надышать ребенка сколько пробить ему инородное тело подтолкнуть его вглубь куда-то в бронхи да в легочные поля так чтобы она перестала загораживать вообще все дыхательные пути да и загородила что-то одно при этом ребенок может задышать нормально для того чтобы дышать рот в рот если это ребенок не дай бог ваш да или ваш какой-то близкий родственник вам не требуется никакой защиты потому что вы с ним уже скорее всего всеми бациллами обменялись в случае же если это ребенок какой-то неизвестный или неизвестный взрослый и вы ему планируете теперь вдохов выполнять вам необходимо использовать средства защиты показываю как она выглядит она хранится в гостовских аптечках например в автомобильных аптечках представляет собой такую одноразовую салфеточку пластиковую и она имеет две стороны только одна из них правильная потому что весь ее смысл вот в этом вот клапане он односторонний он позволяет воздуху попадать внутрь пациента но не возвращает его обратно тем самым собственно и обеспечивается моя инфекционная безопасность и так мы на нее смотрим если вы можете прочитать текст значит это лицевая сторона но если не может соответственно изнаночные переверните тут нарисовано лицо да и понятно что клапан должен быть на проекцию рта поэтому мы положим его вот так на лицо и дальше она на лице все время будет оставаться опять же поскольку это не часто происходит да сейчас мы это вот масочку откинем все-таки вернемся в более мрачную ситуацию что это наш близкий и в этом случае ему дыхание рот в рот мы будем выполнять итак раскрываем дыхательные пути как и до этого зажимаем нос далее готовимся обхватывать своими губами губы пострадавшего так чтобы мы так по сверху плотным контуром как будто маской были на пострадавшим и выполняем вдохи а как определить объем вдохов смотрим на то поднимается ли грудная клетка как только она начала подниматься это нормальный достаточный объем прекращаем вдох итак 5 вдохов каждой по секунде а а а а а далее приступаем компрессия грудной клетки для этого находим перекрестие между линии грудины и линии между сосками это середины грудной клетки нашли точку берем основание ладони правой левой неважно располагаем вот так на грудине располагаемся вертикально и далее делаем компрессии глубина 45 сантиметров где-то два раза в секунду то есть 100 120 в минуту раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять и так далее вот так вот это и выглядит мы не делаем перерывы не делаем никаких повторных вдохов потому что сама и вл не особенно эффективно особенно при наличии народного тела и в общем то вот так и продолжаем выполнять манипуляции если нам есть с кем поменяться то меняемся и ожидаем скорую помощь которая будет нами руководить что может еще выглядеть по-другому в случае с нашим алгоритмом наши пять вдохов могут заканчиваться по-разному возможно если только что инородное тело попало в дыхательные пути если ребенок еще не получил необратимые повреждения он может самостоятельно задышать поэтому когда мы смотрим на нашу грудную клетку она начала проводить да вверх вниз началась экскурсия мы прекращаем наши вдохи смотрим несколько секунд до оцениваем дыхание если дыхание возобновилось то это вообще замечательно СЛР здесь не требуется мы переходим к восстановительному положению про него в отдельном видео далее может быть такая ситуация что инородное тело проводилось внутрь но дыхание не возобновилось в этом случае мы начинаем наши компрессии и есть ситуация когда инородное тело осталось на месте то есть оно такое ну какой-нибудь странной формы да хорошо так застряло вот в этом месте в трахеи и никуда не девается в этом случае мы тоже проводим наши компрессии то есть алгоритм выглядит в полном варианте да оценили сознание оценили дыхание в течение 10 секунд взяли телефон вызвали скорую помощь расположили ребенка на твердой ровной поверхности открыли грудную клетку далее делаю 5 спасительных вдохов потом отпускаю нос еще раз оцениваю дыхание понимаю что она не возобновилась и перехожу компрессия то есть алгоритм вот взрослого отличаются в целом достаточно сильно это что касается ребенка такого достаточно уже рослого да почему давим одной рукой кстати говоря здесь речь опять же о нашей комплекции о силе наших компрессий если мы взрослые но при этом мы примерно такого же размера то вполне возможно что нам понадобится обе руки чтобы его продавить то есть смотрите адекватно надо чтобы вам хватало сил на адекватную компрессию но в то же время чтобы не поломали ребенка совсем и так пока что отложим этот манекен перейдем к детям младенцам до грудничкам у них также основная причина остановки кровообращения это попадание чего-то в дыхательные пути также они могут вдохать даже чего-то либо умышленно пытаться что-то съесть например вдохнуть и в общем-то действия наши принципиально не меняются меняются только приложение рук потому что сам ребенок до другого размера во первых реанимацию можно проводить не только на полу но и например на руке или на столе на руке для чего нам это может быть нужно например мы бежим там по длинному зданию мы хотим попасть побыстрее к скорой помощи которые во дворе не может проехать хотим чтобы ребенок побыстрее получил квалифицированную помощь в этом случае это нормально можно взять его продолжать его массаж грудной клетки и с ним бежать только осторожно ну сейчас для демонстрации рассмотрим вариант когда ребенок находится на полу точно также освобождаем грудную клетку от одежды оценка признаков жизни проходит аналогично единственное что обращаем внимание что у маленьких детей чуть по-другому устроены дыхательные пути и для них не требуется вот это действие да по разгибанию головы голова может оставаться нейтральном положении и так мы все оценили до поняли что нужно вызвать скорую вызвали скорую далее 5 спасительных вдохов как они будут выглядеть у маленького ребенка мы делаем вдохе и в рот и в нос поскольку лицо младенца маленькая да и ребенку взрослому достаточно трудно дифференцировать поэтому здесь мы побольше раскрываем свой рот так чтобы он полностью вот так вот и нос и рот ребенка закрывал смотрим также на грудную клетку после пяти вдохов он либо задышал закричал либо не задышал закричал мы переходим к компрессии компрессии середина грудной клетки находится также перекрестие между грудины или не между сосками да нашли точку вот как располагать пальцы и руки зависит уже от размеров и силы ваших ладоней и от размеров ребенка наша вообще цель при проведении компрессии это продавить ребенка на одну треть переднего и заднего размера грудной клетки это отрезок вот отсюда вот досюда да то есть вот он такой примерно у нас получился то есть прикидываем что в среднем это где-то три сантиметра далее мы прикинув это дело естественно так и удержать не надо да там прикидывается на глаз далее мы понимаем как нам это сделать вариантов много можно например сделать это большим пальцем можно сделать это двумя большими пальцами располагая их рядом можно сделать это вот так двумя пальцами опять же как вам хочется да понятное дело что постепенно ребенок будет переходить до из вот такого размера к такой размер да тогда уже мы в какой-то момент подключим одну руку и вторую руку да понятно что нам на этом ребенке вот так мы делать не будем ритм примерно такой же то есть те же 100 120 минуту но если у взрослых мы хотим чтобы было скорее середина этого отрезка да то есть там 100 110 до в идеале то у детей маленьких сердце бьется чаще у новорожденных вообще 130 160 норма пульса поэтому у маленьких допустимо чистить никаких проблем в этом нет можно делать 120 можно делать 130 особо эта роль не сыграет поэтому сделав наши первичные вдохи мы переходим к реанимации вот такой же какая была опять же обратите внимание как это выглядит да наш манекен щелкает не путайте с реальной жизнью в реальной жизни ребенок не щелкает и в общем то опять же без перерывов ожидаем скорую помощь либо если у нас есть необходимости тик скорой помощи это взяли ребенка подхватили на руку голову зафиксировали обязательно да чтоб она не болталась туда-сюда и продолжаем другой рукой выполнять компрессии мы с этим ребенком куда-то идем по поводу младенцев сделаю еще одну оговорку есть такой вариант когда делают им соотношение 3 компрессии 1 вдох но это касается новорожденных именно в родильном зале то есть если вы только что приняли роды или если вы медработник который работает в родильном отделении тогда это для вас работает если это первая помощь ребенку который уже находится дома из роддома выписан то это непрерывные компрессии такие же как и у взрослого что еще нам нужно знать из-за реанимации так это продолжительность базовая реанимация у нас сама по себе как правило не оживляет человека потому что оживляет человека дефибрилляция кислород адреналин то есть то что делает скорая помощь поэтому базовая реанимация может нам прям вау эффекта не дать но она абсолютно необходима чтобы скорая помощь успела больному нашему она нужна чтобы поддерживать циркуляцию на нормальном уровне поэтому начать ее нужно максимально быстро делать его непрерывно качественно если вы сами не можете не умеете или устали призовите себя на помощь человека обязательно мы засекаем время когда мы начали реанимацию и по поводу продолжительности реанимация продолжается до прибытия скорой помощи которая у нас перехватит командование либо до появления признаков жизни мы поймем что ребенок наш задышал в этом случае мы прекращаем реанимацию оцениваем дыхание если понимаем что она есть переводим его восстановительное или боковое устойчивое положение либо если мы где-то далеко от скорой помощи скорая к нам не приезжает то реанимация продолжается в течение получаса если за полчаса ничего не случится с пострадавшим в плане восстановления дыхания то мы считаем что он уже не подлежит оживлению на этом у нас все спасибо большое за просмотр ставьте лайки рассказывайте о нас своим друзьям до новых встреч на канале пока